Приветствую, друзья, на канале самообучение и саморазвитие. Сегодня поговорим о методике, которая позволяет понять, как решить любую проблему в жизни с помощью достаточно простых этапов. Мы рассмотрим технику в шесть шагов для решения проблем самостоятельно. Прошлое. Существует ли такое место, где прошлое все еще существует? Существует ли некая реальность, где это прошлое все еще происходит? Нет. Единственное место, где хранится наше прошлое – это наша память. Хотим мы или нет, но наше прошлое обуславливает нас. Прошлый опыт определяет наш выбор в настоящем. Зачастую этот выбор бывает настолько мимолетным, что мы не отслеживаем эти мыслительные процессы. Однако многие современные психологи и ученые все-таки утверждают, что наш выбор обусловлен информацией из нашего подсознания. А это не что иное, как наш прошлый опыт. Позволит ли этот опыт научиться решать свои проблемы? Очень ярко этот процесс можно отследить на примере развития фобии. Как вообще развивается любая фобия? К примеру, кинофобия – боязнь собак. Скорее всего, а большинство проблем мы берем с собой из детства, ребенка напугала собака. И в подсознании глубоко засела установка «Собака-опасность». Взрослому человеку совершенно очевидно, что собака далеко не всегда несет в себе опасность. Но фобия, сформированная детскими впечатлениями, не поддается никакому логическому и критическому воздействию. Такая установка, созданная пережитым стрессом еще в глубоком детстве, будет мучить человека годами, а то и всю жизнь. Можно сказать, что практически вся наша жизнь основана на рефлексах, условных и безусловных. Безусловные рефлексы – это те, которые даны нам природой. Условные – те, которые мы приобретаем в течение жизни. Широко известен эксперимент академика Павлова с собачкой и лампочкой. Иван Петрович включал лампочку, затем кормил собачку. У собачки естественным образом вырабатывался желудочный сок и слюна, как реакция на принятие пищи. Затем произошло следующее. Эти процессы стали запускаться лишь только при включении лампочки. В чем причина? Дело в том, что в мозге собаки прочно закрепилась нейронная связь, которая связала два раздражителя – пищу и лампочку. И таким образом реакция организма на оба раздражителя стала одинаковой. Какое это имеет отношение к фобиям и вообще проблемам в нашей жизни? Самое прямое. На примере с фобиями мы можем видеть то же самое и таким образом выделить технику для решения любых проблем. Мозг ребенка, которого в детстве напугала собака, связывает два раздражителя – собаку и чувство опасности. И теперь, даже если объективной опасности для жизни и здоровья нет, а перед человеком будет безобидный щенок, мозг все равно классифицирует эту ситуацию как стрессовую и опасную для жизни. Казалось бы, все просто. Но как разорвать эти нейронные связи, которые связывают два раздражителя, формируя фобии и другие негативные реакции? Попробуем разобраться. Мы выделили технику в 6 шагов для решения любых проблем. Итак, мы видим новые события в нашей жизни через призму нашего прошлого. Как это изменить? Первое. Нужно принять свое прошлое. Отрицание – это мощный защитный механизм, но, увы, он играет против нас. Пока мы отрицаем проблему, мы, к сожалению, не можем приступить к ее решению. Итак, первое. Нужно принять прошлый негативный опыт. Обычно понимание и сознание того, что проблема есть, приносит облегчение, потому что на самообман человек тратит огромное количество психической и прочей энергии. Небольшая пауза для отдыха глаз и тренировки осознанности. Прикройте глаза, расслабьтесь и вспомните. А не забыли ли вы поставить лайк под этим видео? А главное подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы присоединиться к нашему сообществу мудрых, добрых и постоянно развивающихся личностей. Чаще тренируйте осознанность. Всем добра и мудрости. А мы продолжаем. Второй шаг. Перестать искать виноватых. Пока мы в своих проблемах обвиняем кого-либо, мы не развиваемся. По той простой причине, что обвиняя кого-либо, мы перекладываем на него ответственность за всю жизнь. Позиция жертвы очень удобна в этом плане. Она позволяет бездействовать, но, к сожалению, она не жизнеспособна. Потому что пока мы бездействуем, проблема остается, а жизнь проходит мимо. Как только прекращается поиск виноватых, в этот момент человек уже способен адекватно мыслить, а самое главное – конструктивно. Третий шаг. Перестать задавать столь любимый многими нытиками вопрос – за что? Ну, во-первых, это опять-таки нерационально и неконструктивно. Почему? Потому что не ведет к решению проблемы. А во-вторых, в этом мире никто никого не наказывает. Нет никакого над нами надзирателя, который раздает наказание. В этом мире все создано только для того, чтобы мы развивались. И любая проблема – это экзамен, это испытание, это наш учитель. И справедливый будет спрашивать – не за что, а для чего? Как решить проблему самостоятельно? И если вы сможете понять, для чего проявилась та или иная проблема, чему вы должны научиться, что должны преодолеть и так далее – это уже половина решения проблемы. И только после этих трех этапов наступает непосредственно решение проблемы. А именно, мы задаем себе вопрос – как я могу минимизировать эту проблему? И этот вопрос следует задавать себе только после прохождения полноценного, а не формального, первых трех этапов. В противном случае, все ответы на этот вопрос будут сводиться снова-таки либо к отрицанию проблемы, либо к поиску виноватых, либо к воздеванию рук к небу с вопросом «за что?». И лишь проработав эти моменты, можно здраво оценить ситуацию и приступить к поиску решения. Это и есть четвертый шаг решения проблемы. Пятый шаг. Мы задаем себе вопрос – чему меня может научить эта ситуация? И таким образом, на этом этапе, мы направляем нашу проблему в созидательное русло. Практически из всего, что происходит в нашей жизни, можно извлечь пользу. И любые трудности несут нам не только страдания, а еще и опыт их преодоления. И в процессе получения этого опыта мы становимся сильнее. И шестой шаг. Мы оцениваем ситуацию следующим образом. Мы спрашиваем себя, что положительное и хорошее никогда бы не случилось со мной, если бы не было этой проблемы. Так можно преодолеть проблему за шесть простых шагов. Да, звучит как парадокс, но это только на первый взгляд. После того, как проблема преодолена или хотя бы частично минимизирована, мы, оглядываясь назад, можем прийти к удивительному выводу – все наши проблемы и трудности сделали нас сильнее, счастливее, принесли в нашу жизнь что-то новое или избавили от чего-то устаревшего и отжившего свой час. Не зря в народе говорят «не было бы счастья, да несчастье помогло». Люди часто повторяют популярные поговорки, но редко вдумываются в их смысл. А ведь тут сказано именно об этом. Проблемы и трудности на самом деле ведут нас к обретению счастья, вынуждая нас преодолевать свои ограничения и развиваться. И ключ к решению любой проблемы – это восприятие этой проблемы как жизненного урока, сложной задачи в учебнике, которую нужно разрешить. Представьте себе школьника, который, раскрыв учебник и прочитав сложную задачу, начинает искать виноватых в том, что ему попалась именно эта сложная задача или, воздавая руки к небу, кричит «за что нам задали такое сложное задание?». Ни к чему, кроме траты времени и нервов, это не приведет. Гораздо разумнее поскорее решить задачу, закрыть учебник и идти гулять во двор. Потому что задача специально придумана автором учебника для того, чтобы чему-то научить, а не как наказание. Это позволяет понять, что поиск решения своих проблем делает нас сильнее. Воспринимать проблемы и трудности нашей жизни как наказание – это то же самое, что пенять на автора учебника за то, что он придумал слишком сложные задачи. Нет, можно, конечно, составить учебник из простых задач, а можно и вовсе выпускать учебники с белоснежно-пустыми страницами. Да и вообще, в школу можно не ходить, тогда и трудностей не будет. Но в чем тогда смысл? А ведь наш мир – такая же школа. И на вопрос, как решить любую проблему, ответ простой. У каждого здесь свои жизненные уроки. Так почему же мы воспринимаем эти уроки без благодарности к их автору? А напротив, спрашиваем, за что? И ищем виновных. Это не совсем разумно. Так что решайте любые проблемы подобным способом, используя и продумывая технику преодоления проблем в шесть шагов. Каждый раз двигайтесь все дальше и дальше в мудрости и саморазвитии, чего, собственно, вам канал обучения и саморазвития и желает. Смотрите на нашем канале и другие лайфхаки, как быстро и конструктивно можно научиться решать жизненные проблемы. Всем добра и бодрости духа! Но на этом еще не конец. Вернее, все только начинается. Большая просьба именно к тебе лично. Не забудь подписаться на этот канал обучения, общения и саморазвития, чтобы каждый день становиться все успешнее, осознаннее, добрее и мудрее, развиваясь вместе с нами и нашими экспертами. А главное, общаясь с огромным сообществом развивающихся в разных направлениях людей, среди которых легко сможешь найти себе по-настоящему правильных друзей со схожими интересами, которые будут тебя мотивировать к новым достижениям. Не бойся дружить, советовать и помогать другим в комментариях. И, конечно, чтобы получать оповещения о последних и самых полезных видео, рядом с подпиской необходимо нажать и на колокольчик. Также не забудь поставить лайк, если тебе понравилось видео. Напиши свое мнение или вопрос по теме, а другие зрители и наши эксперты постараются отвечать максимально быстро и развернуто, ведь мы читаем все комментарии. Поддержи нас и развивайся вместе с нами. Ну и, конечно, если ты больше любишь читать, то заходи на наш официальный сайт – портал обучения и саморазвития, где можно найти тот же материал и в печатном виде. Ссылка на эту статью на сайте будет в описании. А если у тебя есть возможность поддержать развитие проекта материально, то найдешь там же и ссылочку на пожертвования и помощь каналу. И главное, не забудь поделиться этим видео с друзьями. Давай делать больше хороших дел, распространять знания и помогать друг другу. Доброты и мудрости, к сожалению, так не хватает этому миру. А на этом будем прощаться. Рекомендую посмотреть и другие видео, в том числе на непривычные для тебя темы. Важных направлений саморазвития на самом деле очень много, поэтому мы подготовили большой набор лучших материалов, чтобы каждый мог найти нужное, а также имел возможность развиваться в разных темах, а не только зацикливаться одной, сужая тем самым свое видение, мышление и мировоззрение. Естественно, желаю тебе в любом случае мудрости, любви, успеха и всех остальных благ. Хорошего и продуктивного тебе сегодняшнего дня. А сейчас отправляйся заниматься полезными и добрыми делами в реальной жизни. Или, чтобы стать еще мудрее, переходи к просмотру следующего видео на автовоспроизведении или из тех, которые ты сейчас увидишь перед собой на экране. Всем добра! Субтитры создавал DimaTorzok